Симона Выручай комнаты в игре тоже так украшены Мы это сегодня проверим Ну и теперь мы продолжаем, естественно И хочется мне Найти вот это А я думала это эти А это вы меня куда-то Зовете К мурлукомлям Подождите Это все очень страшно Может это и есть Вот это подземелье как раз Мама Да окей, что я себе так громко Сделала в наушниках Не люблю себя не слышать А то я начну вам орать В уши сейчас И мы все офигеем Вы во время просмотра, я во время монтажа И что тогда делать Так Вот взяла и нечаянно нашла Вот это говно Меня вот интересует Во всех играх Всегда Вот эти шняги Они что-то додают То есть разбиваешь там какие-то кувшины И что-то из этого Следует Не понял Ай подождите Это не надо поджигать было Короче А это что такое Это можно взять Нет нельзя И разбить даже нельзя А че вот с этими штуками же Явно что-то сделать надо Нет Ну ладно Странно Они не подсвечены никак Но почему-то выглядит все так Будто с ними что-то надо сделать Какие-то очень пустые Вот эти все у нас Подземелья Которые мы находим Че Нет я не к тому Что типа здесь Мне надо было врагов накидать Здесь надо было что-то Хоть Вот даже паутину сжечь нельзя Хрень какая-то Ну все Типа мы забрали сундуки И можно уходить Разбили все эти штуки Это оказывается поджечь нельзя Я вообще не понял Почему так вышло Кто его знает Ну Что поделать Пустите занятия по изучению тварей Ну это да Какие еще дуэльные уловки Порежьте болтающуюся топиройку Так это Как Подождите Как где она болтаться-то должна Мне же ее даже поднять нечем Какие дуэльные уловки Я не буду ни с кем дуэлировать здесь Оставьте меня в покое Вот эти штуки Они куда-то явно нас зовут Ну они зовут сюда Все еще Я не понимаю Что вот это за хрень Я опять забыла Что это такое А Логово инфернала Их тут Даже два Логово в котором живут топиройки Логово в котором живут инферналы Интересное место Так конечно у вас тут Можем знаете что Можем заглянуть вот сюда Почему нет Вообще кстати блин Может приодеться А мы же дофига все попродавали А так нам же это не надо Нам надо просто видимость Да Типа на Ой ничего Ничего Ну я просто подумала Вот эти шапки Можно же модную шапку надеть Холодно в конце концов на улице Без шапки то Йо Берет Берет с пером А нормальных шапок не завезли Да нам Йоу перный театр Это вот единственная зимняя шапка Правильно Очень интересно Колпак Существует Но колпак я не хочу Блин ну шапки прикольно Я вот Я бы так вот ходила Ну честно Зима Наступает И я Вот так Я по другому Нет Не буду по другому ходить Обязательно Оденусь очень тепло Потому что Я не переношу холод Ни в каком виде А есть какой-то плащ Теплый Нет А как А как тогда Вообще Существовать Зачем делать Зиму В игре Если Под зиму Нельзя одеться Или я типа Чё-то ещё не выиграла Там не нашла Ну вот Пальто есть Как будто А нормального Цвета Есть Такое Прекрасно О Ничего Ничего Нет Ну приодеться Надо Ну вы согласны Со мной Что Вот так На распашку Ходить Зимой Это вообще Негоже Хорошим Волшебникам Хорошим Ученикам Нельзя Так делать Вот Закутаться Хорошенько Надо Перчаточки Надеть Ну шапку Нет Шапку Наверное Мы снимем Нафиг Потому что Ну Ну значит Мы модница Будем без шапки Ходить Хотя Я не понимаю Таких людей Если приходит Зима Всё Надо Значит Закутываться В Пуховое Одеяло И так И ходить Так Перчатки Какие из этих Перчаток Выглядят Тёплыми Выглядят Конечно Но это Единственный Их плюс Ну вот Чёрные Хорошие Перчатки А то Нечего Ходить Горло Голое Всё Всё Шея Голое Нет 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 Так Не Это Так Не делается Я считаю Так Полетели Девочки Порежьте Болтающуюся Топеройку Её сначала Разболтать Надо Для этого Ой Стойте 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 Тут какая-то Страница Есть И сейчас мы Прям Топеройки На голову Я правильно Понимаю Нет Неправильно Где Звенита Вон она Звенит Ой Тут ещё Сундук С деньгами Не просто О Заброшенная Лачуга Эта старая Лачуга Служила Убежищем От непогоды Для путешествующих Ведьм И волшебников Однако Со временем Окружающее Болото Начало Поглощать Её В наши Дни Здесь Обитает Только Пара Тройка Топероек А топероики Как-то Защищаются Гринписом А то Чё Чё Происходит Кто-то Что-то Здесь Брякает Чвякает Что Происходит Это Явно Какая-то Ловушка Я Это Что Я Сделала Я Просто Три Нажала Нет Наверное Что-то Другое Нашел Может Я Какое-то Зелье Использовала Хотя У меня Нет Такого Замерзательного Зелья Я Такое Не знаю Ох Как Быстро Ой Что Продует Тебе Летать На метле Без Шапки Ну Ну Нет Нормальных Шапок Что Я Сделаю О Приземление Какие Дуэльные Уловки С кем Тут Дуэлировать Вы Все Хотите Запустите Двух Врагов Одновременно В воздух С использованием Заклинания Депульсу Очень Интересное Решение Вон Пар Какой Идет А Че Ты Рот Разявила Закрой А Что А Что Происходит Почему У нее Открыт Рот Это Ты Тепло Не Трать Что За Фигня А Кто Здесь Прям Здесь Кто Плевун Это Пауки Блин Это Пауки Кстати Короче Прикиньте Я Осознала Что Меня Вообще Не Пугают Сороконожки Вот Абсолютно Вот От слова Совсем Хотя Концепция Та же Самая Типа Много Ног Быстрый Движение Но Вот Именно От Пауков У меня Просто Поджилки Трясутся Так Что Надо Сделать Вряд Ли Это Конечно Надо Делать А Забраться На Это Можно Забраться Йопер На Театр Ой 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 Очень Мне Не Нравится Очень Мне Не Нравится Как Начало ФПС Проседать Сейчас Сейчас Мы Все Себе Сделаем Красиво На Всякий Случай Но Но Это Кстати Не Помогло А Почему Так Именно Когда Вот Это Вот Ах Ты Это Что Это Не Получилось Да Блин Прикольно А я Что Подумала Что Мы Уже Типа Ну Все Виды Испробовали Вот Этих Вот Блин Вот Из-за Того Что Проседает ФПС Я Не Всегда Понимаю Как Мне Так Прыгнуть Интересное Кино Почему Что Ты Так Со Мной Поступаешь Игра Вообще Надо Надо Бы Тоже Ее В Стиме Проверить На Целостность Файлов Потому Что Именно Таким Образом Я Запустила В итоге Атомик Харт Может Быть Что То Случилось Ну Вот Выполнено Йуху И Кстати Мне Написали В Комментариях Что Это Надо Где-то В Испытаниях Что Ли Смотреть Или Где Подождите Снаряжение Вот Испытание Типа Вот Исследование Наверное Вот Испытание Мерлина Увеличена Вместимость Вашего Снаряжения А Это Надо Было Выбрать Просто Прикиньте Надо О Надо Еще Одну Пройти И нам Еще Увеличить Снаряжение Это Все Надо Забирать Оказывается Йоперный Театр Это Что Кого Раскройте Секреты Хогвартса Сшитый На заказ Фраг Конечно Без Фрага Я даже Не знаю Как К нам Жить Так Ну и Насколько Увеличилось Интересно Ой Не инвентарь Даже лучше А вот Здесь Снаряжение Видно О На Одну Строчку Я так Понимаю Да Слушайте Ну это Неплохо А может Мы Где Нибудь Тут Недалеко Найдем Еще Одно Такое Ж Испытание Мерлина У нас же Есть еще Сладкая Мальва Правильно Может мы Сейчас Быренько Слетаем Че нам Стоит Да что Я делаю Я на Три Нажимаю Или я На Четыре Нажимаю Да нет Вроде На Три На Четыре Если нажимаю Вообще Ничего Не Происходит Странно Вот Зато Мы еще Бомбарду Сегодня Выучим Вот это Вообще Вот это Будет Вообще Топ Подождите А что Вот это Такое Что Это Такое Там Внизу Вон Все Волосы О А что Это Такое Сразу Палку Свою Достал Так Ну Тут То Точно Конфрингу Надо Делать А Где-то Еще Третий Что Ли Есть Что Я Не А И Надо Что Теперь Подождите А что Там Какое Синее Что 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 Тут У Вас Так А И Надо Теперь Поставить Эту Фиготу Вон Туда Ладно Ты Не Падай Нифига Короче Если Нас Кто-то Будет В школе Это Задевать Мы Можем Начать С такой Фигней Прыгать Просто По Замку И мы Сейчас Ну Я Ну Ну И Чего Должно Было Что-то Произойти Надо Было Открыть Нам Путь Э А Че Это Ты Улетела Ее Надо Каким-то Определенным Образом Что-ли Положить Не Пойму Ну Типа Она Вот так Лежит Правильно Зачем-то Сохранили Меня Не Понял Я В чем Дело А может На нее Надо Встать Теперь Какой-то Был Звук Но Я что-то Думаю Что это Не Сработало Ну Открой Эти Двери А Мы Уже Не На Эти Шо Ж Такое Ну Типа Левиоса Написано А может быть Надо Обычную Левиосу Надо Поставить Вот сюда А потом Еще Ничего себе Оказывается иногда Подсказочки Бывают Здесь Может быть Опасно А может И не Быть Опасно Так Там Какие-то Что Вот тут Опять Опять Все То же Самое Даже Прям Взяли И скопировали Карту Просто Вы видели Вы видели Это Ну ладно Зато Они трубы В туалетах Не скопировали Ага И сюда Я типа Фиг попаду Правильно Потому что Мне надо А акцию У меня Не то Не туда Так А акцию У меня по-моему Вообще Да Да Ты Иди В жопу Понял Фу Это Все Пожалуйста Пусть Это Будет Все В смысле А А А А Их Тут Вон Сколько То есть Я должна Сейчас Подобрать Какую-то Такую Комбинейшн Чтобы Открылось То Что Надо Нифига Себе А Надо Три Штуки Достать А Колонны То Не Одинаковые Тут Типа Три Нижних А тут Что Три Средних Давайте Попробуем Три Средних А Это Не то Извините Ага Это Опять Не то Ну Фу Где Ты Мразь Вот И До Света Не Моя Вина В том Что Ты Огромный Паук Ну Нет Вообще То В этом Конечно Нет Твоей Вины Но В том Что Ты Вот С ним Так Расправилась Это Конечно Подождите Значит Сначала Я Правильно Что Ль Делала Ага Ага Это Неправильно Ага Не Не Понимаю Концепцию Если Честно Надо Как Надо Все Достать Получается Допустим Нет 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 Это Даже Неправильно А Здесь Что Во И Тоже Паук Да Нет Слава богу Э Э Э Э Э Э Э Э Э Перчатки Цвет Солновой Кости Вот Это Да Здесь Горит Может быть Опасно Если Я не Осмотрю Здесь Может быть Опасно Если Вот Как бы Методом Тыка Какие-то Двери Открывать Вот это точно может быть опасно, как выяснилось. Может нафиг закрыть этот проход, а то... Они сейчас оттуда все полезут. А это не работает. Так, вот и все. Теперь весь волшебный мир в опасности из-за меня. Ой, нам не привыкать. Ой, там тут еще где-то... Лагерь бандитов. Бандитов или... Ах ты скотина. Вы что думаете? Ах ты скотина какая! Нет, я все равно с вами расправлюсь. Даже не думайте об этом. У меня, кстати, не так уж много вот этих. Они какие-то, кстати, охреневшие, если честно. Ах ты скотина. Нормально будет. Ой, а нам даже не показали, как это было красиво. Ну, тут, видимо, она хотела сказать, что стыдно, стыдно обижать тех, кто слабее. А кого они... Там фвуперы! Сейчас мы выпустим вас. Ой, какие-то... Как будто бы даже здесь текстуры не прогрузились. Выходи, мой сладенький. Беги. Мой хороший. Ой. Где-то... Такие яйца несут докси. Волшебные твари, которых иногда принимают за феи. Браконьеры, похоже, украли эти яйца, чтобы использовать их при приготовлении зелий. Как некультурно! Как будто бы мы так не делаем. Ну, ладно. А, это что-то для... Для вот этого, наверное, испытания. Ну, ща. Ща поглядим. Щас мы поглядим. О, у нее хотя бы рот закрылся, слава богу. Ага, вот это надо починить, да? А, и того разломала. Блин, простите, я не хотела. И где-то, наверное, третий. Ой, там еще сундук вон. А, вон там где-то. Ой, это фвопер, он так... Он так и будет тут бегать теперь. А, надо, наверное, сначала от зарослей избавиться. Да. А теперь чинить. Вот. Значит, теперь, если я все правильно поняла... Да! Пройдите испытания Мерлина, надо еще десять, чтобы нам еще увеличили. Да, и теперь еще на строчку увеличили. Или не на строчку. Короче, не очень понятно. Сохраниться. Понятно вот что. Что надо сохраняться всегда. Ну, кстати, вы заметили, что с тех пор, как я стала постоянно сохраняться, она перестала вылетать. Ну, возможно, я сейчас все сглазила, естественно, этим своим замечанием прелестнейшим. А может быть и нет. Так, ну все, типа, лагерь считается зачищен. И все у нас прекрасно, поэтому я предлагаю нам через карту чесануть на занятия. Правильно? Да, бомбарду будем изучать. Вот сюда. Погнали! А что с занятий-то хоть, интересно? Почему нам обязательно пурпурные жабы нужны были? Вот непонятно. Ой. А что зимой на улице и все без шапок? Я же вижу вас всех. Мы многого не знаем о существах. Впереди столько важных открытий. А, так это тоже самое. Это да, это мы уже были. Утю-тютькин. Это же лунти-ленок. Он такой глазный. Это нюхлер. Блин, я хочу тоже такие уроки. Ходишь, гладишь животных. Вау. Ой, спокойно. Так можно зрения лишиться вообще-то. Сегодня вы все молодцы. Урок окончен. Я выполнила вашу задачу, профессор. Теперь я готова к изучению заклинания бомбарда. Хорошо, но у этого заклинания есть один нюанс. Его можно использовать только в случае необходимости. Вы, наверное, уже догадываетесь, что взрывные чары могут причинить вред окружающим, поэтому используйте их очень осторожно. Осторожно. Так. А нам нужно... Можно... Ой, можно. Все нам можно. Нужно. Ловлю вас на слове. Что ж, приступим. Движения палочкой должны быть четкие. Не хотелось бы, чтобы вам оторвало руку. Давайте попробуйте. Звучит обнадеживающе. Давайте. Ага. В этом мне равных нет. Бомбарда. Давайте ее запихаем вместо инсиндио. Вау. Вот это мощь. Взрывающий чар наносит огромный урон, вызывая взрыв с большим радиусом поражения. Вау. Погодите. Может у нас какие-нибудь таланты имеют? А, у нас нет очков таланта. Никаких. А что, кстати, в выручай комнате? Мы ничего до сих пор не разблокировали себе. Зелье Эдурус дает вам неуязвимость и отражает летящие у вас снаряды обратно в сторону врагов. Скрывает эффект зелени видимости. А, скрывающий эффект. А-а-а. Повышает урон от этой. Ну, короче, они просто усиливают эти действия зелий, как я понимаю. Так, что у нас еще по заданиям? Потомство... Вот, можно сходить к этому, к Дику. Давайте поставим и пойдем пешком. И пойдем ночью. Круто я придумала. Мне кажется, очень даже. Потому что мы будем что делать? Правильно! Ой, конечно же. Поспать на ледяной земле. Это вообще крутяк. Ого! Мне кажется, они вообще так рандомно подбираются. Иногда кажется, просто что-то круга три, наверное, прокрутил, и как бы никакого не было эффекта. Вон она стоит. Димми Маска. Уважаемая профессор Ховин, я с радостью приму ненужную вам шерсть пушишек. Могу забрать ее, когда в следующий раз буду доставлять товары в замок. Похоже, для учебных нужд у вас ее более чем достаточно. Быть может, у вас даже найдется время на чашечку чая. Мне сказали по секрету, что вам довелось повстречать Аками. Я была бы не прочь послушать эту историю. Я вот однажды, отправившись за жабьей кожей на запад, наткнулась на молодого валейского зеленого дракона. Хотя, конечно, он мог быть и детеныш Виверны. В этом возрасте их трудно различить. В общем, работа с магическими существами не для слабых духом, правда? С нетерпением жду ответа. Элли Клювс. Это же, по-моему, та, которая держит вот эту лавку. Ой, у нее тут вообще очень стрёмно, если честно. Ой, мы теперь барахла можем собирать. Просто, как не в себя. Да-да-да-да-да. Вот она, Димми Маска. Вот как приятно, как мы удачно зашли. А это что, на улице сундук, что ли? Слушайте, похоже на то. О, а это что? Это тоже на улицу дверь. Хм. О. О. Вообще нормально. Ой, школьная форма со стильным блейзером. Так, больше тут вроде ни черта, нет полезного. Так, поговорите с Диком в ручей комнате. Сейчас поговорим. Главное идти до нее пешком. И периодически это, ревелью делать. А тут, кстати, на призывающем поле, что нас уже никто не ждет? Нас уже никто, да? А, нет. Есть такое. Ну, ладно. Там, кстати, за это что-то тоже дают. За это испытание. Ну, как всегда. Ну, сказали тебе. Иди вон туда. Че ты, блин, фигней занимаешься? Нет, надо обязательно. Привет, Саманта. Привет, Саманта. Решила... Да, я в них неплохо играю. Мы частенько играли в них с братом, пока... Ладно, неважно. Че, пока не случился пубертат. Начнем? Да. Да, можно и сыграть. Тогда начнем. Давайте, Саманта. Ой, а тут какие-то вон... Они... Они вон засасывают. О-о-о-о, как оно. Да, ура. А, блин, перелетел. Так тебе со мной не справиться. Ну, посмотрим еще. Ну, это лучше, чем у меня все равно. Че-то расстроилось. Не надо расстраиваться. О-о-о! О-о-о, как! Вот оно! Фантастический удар! Ага, да, они прям как в воронку засасываются. Блин, а как же ты мне так вот тут сделала? Вот какая ты зараза. А я тогда твои сейчас выбью. А, нет, не выбью. Ладно, будем по-честному играть. Я надеюсь, конечно, что получится сейчас. Как же мне перебить? Значит, решающий. О, я победила! Какой решающий? Че она там вообще несет? Все, эй! Ты так жалко выглядела против Нати на уроке, и я решила, что легко справлюсь. Похоже, я переоценила свои способности. Слушайте, какие вы все вот здесь... Я вообще, я не знаю, откуда вы все прилетели, мне интересно. Ты хорошо играла. Да, не будем, как они. Что ж, очень любезно с твоей стороны. Сойдемся на таком. Я играла хорошо, а ты еще лучше. Да, так и сойдемся. Так уж вышло, что я знаю твоего следующего соперника, и она не из робких. Ой, по-любому кто-нибудь сослизрена. Вы меня вообще когда-нибудь доведете до белого коленя. Вот интересно, это же где-то считается тоже. По-моему, тоже в исследованиях, или нет? Короче, где-то это было тоже. Может, не исследование, может... Типа, как задание. Ой, нифига. А это что? А, это основные задания. Блин, а что мы ничего этого не берем? У нас там уже вон целый костюм. О, и тут вон свитер. Нам свитер дали. Мы что, можем тепло одеться, что ли? Погоди... О-о-о-о! А что вы молчите-то вообще? Вы бы хоть сказали, что это надо... Это я, кстати, не к вам. Я не к зрителям уже. Я сейчас вот к игре конкретно говорю. А что ж вы вообще? Молчите-то. О-о-о! Магический рецепт улей для... О-о-о! Ничего себе! Ничего себе! А это что такое? Это какое-то заблокированное испытание. И стране... Нет, ну вообще... У нас, оказывается, столько всего тут есть. А мы... Ни сном, ни духом совершенно. О-о-о! Подождите! Так, и у нас зима. Понимаете? Нам надо... Так, ну, плащей новых. Каких-то... Еще чтоб зимних. Конечно же, нет. Ладно, останемся в таком. Там наряд какой-то вон был. Он был... Со свитером. Там... Ну, что-то я его здесь не... А, вот! А разница какая? Все равно ничего не видно. Ой, тут вон какое платье! Ё-моё! Барышня-крестьянка! Ой, не то. Может, нам и шляпу какую-то дали, но... Ой, ё-моё! Мода! Ой, ё-моё! Ну, нет. Из теплых все равно... Все равно только это осталось. Ну, без шапки так без шапки. Что уж теперь поделать. Так... Блин, вообще сохраниться было бы неплохо. И снова ночи дождаться. Та-ра-та-та! Та-ра-та-та! Что-то у меня уже который раз ко мне приходит эта песня, когда я записываю Хогвартс. В чём дело? Так, а ещё у меня вопрос. Почему у меня не выделено никакое задание? А должно было быть. Между прочим, кстати, я где-то почитала, что Аваду Кедавру можно будет выучить только с 28 уровня. А у нас уже 26. Опа, погодите. А это что такое? А-а-а! О-о-о, кстати! Мне же тут всё объяснили в комментариях. Типа, короче, вот это вот считается не с единицы. Оно считается с нуля. А я не очень умный человек. Здравствуйте, кстати, добрый вечер. Получается, что если здесь 22 сумма, да? А где вот этот вот, где один знак вопроса? Вот. Значит, получается, там, где один знак вопроса, там должно быть что? Типа, вот это вот сова или демимаска, я не знаю, это 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Типа, паук, это 8. Значит, 8 плюс 12, это 20. Значит, тут должно быть 2. Это типа единорог. Ой, нет, это не единорог. Это... Вот это странное существо. Вот это. А тут 9. Это значит... О, господи, кто это? Какое-то чудище. Значит, оно 7. Оно 7. А единорог 1. Значит, еще раз единорог должен быть. Да? Господи, какие... Выпоч... Как вы такие умные? Как вы такие умные в комментариях? Я не знаю. Ну, либо это я... Ну, просто без царя в башке. Картина маслом, изображающая прекрасную горгону и ее ухажера, чьи глаза мудро отведены, когда он наклоняется, чтобы поцеловать ее руку. Говорят, что художник, написавший это произведение искусства, случайно взглянул на горгону, когда доставлял картину. Ну, и теперь его каменная скульптура находится в одном из садов в Греции. Прикольно! То есть, даже на картину нельзя смотреть? Прикол! Это прям очень прикольно. О, какой-то неизвестный наряд. Ой, какие-то тарелки с кошками! Прям как у Амбридж! Ничего себе! А где еще какая-то фигня? Тут еще какая-то фигня где-то. Звенит. Блин, а это все люди, которые посмотрели на эту картину, что ли? И не только люди, еще и олени. Господи. Вообще все олени, кто посмотрел на эту картину, и я в том числе. Так, ладно. О! Интересно. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодии разносятся по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. И, конечно же, это надо вешать в школе. Звучит очень безопасно. Подождите, почему-то вот сюда меня зовет. О! Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром Кабанье Голова с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Капец, у вас тут очень интересно, конечно. О, а та... Ой, а тут нам девочка решила поиграть. А тут что, какая-то веселая картина, ее украли? Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар-бомбарда. Дата событий неизвестна, идентифицировать заклинателя невозможно. Приколдес. Очень, конечно, у вас тут интересно. И опять где-то звенит эта штукень. Какая-то еще лягушка. О, а здесь еще сундушка. И еще сундушка. Ой, извините. Да какое протегу? Он что, нападет на тебя, что ли? Вот и все. О, жабки! Привет! Тут, наверное, хор занимается. Блин, так классно. А, вот куда меня звало. Здесь восседают скользкие, но вполне симфонические лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в шести разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Блин. Как же все-таки приколдесно. А демимаски? Может быть, тут еще и по счастливой случайности демимаски существуют? А, блин, я подумала, что там демимаска может быть. А там нету. О, зато есть замочек. Короче, мы до дико опять не дойдем. Угадали? Кто так подумал, тот уже давно со мной. Ну как? О, там еще есть дверь. Так, тут, по-моему, конфринга надо, да? О! Класс! Красота! Слушайте, а могут быть демимаски за вот этими дверями? Так, тут, значит, два. И эта штука, это тоже два. Получается четыре. Надо еще шесть. Раз, два, три, четыре. Нет. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть. Саламандра. Какая-то. Или нет? Смотрите, ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, саламандра. Да, саламандра. Там, где один, там какая-то вот эта вот. Вот, да. А тут, получается, четыре... Надо три. Это значит, ноль, один, два, три. Офигенско. Офигенско. Господи, я себя чувствую. Вот теперь, вот теперь мы настоящие исследователи. Вот, как говорится, ни дать, ни взять. О! Громче стал звук. Хм, хотя это странно, если честно. А теперь тише. Не понимаю я. Они еще вот... Еще что бесит? Их слышно сквозь стенки. То есть, они, если где-то есть, они могут летать где-то вообще за, там, за стенами замка. А я же буду думать, что они где-то тут, а? О, мы, по-моему, здесь были. Да, мы, по-моему, здесь как раз-таки находили тайный проход вот в эту дверь. Что-то такое происходило у нас. О! Ну. Вы думали. Здравствуйте. А вы что думаете, что я знаю, где Сфинкс? А я не знаю, где Сфинкс. Но не тут. Далековато уже. Наверное, внизу, что ли? Где же он? Сфинкс. О, может тут? Опа. Замок. Тут я не вижу никакого Сфинкса. Блин, опять показал. А, вон бабочка, а вон и Сфинкс. Так. Тогда подождите. Подождите, тут еще есть замок. Господи, просто какой-то симулятор этого. Ой, здравствуйте. Все, и убежал. Профессор Бинс, недавно вы упомянули, что ученики на ваших занятиях ведут себя крайне вяло. Это привело меня к замешательству. На своих уроках я не наблюдал ничего подобного. Я решил поговорить с учениками, чтобы отыскать причину такого поведения. И узнал, что в рамках своих лекций вы щедро делитесь малоизвестными подробностями исторических конфликтов. Возможно, более беглое изучение этих подробностей пойдет на пользу. Один ученик едва не плакал, рассказывая о вопросе из контрольной, касавшемся Гримбульда, Швейта и количества пуговиц на одежде волшебников во время восстания 1752 года. Насколько я понял, тогда в порядке вещей было пришивать на одну пуговицу больше, чем обычно. Решать, конечно, только вам, однако ученики в массе своей не ценят такое количество подробностей. Впрочем, это лишь моя точка зрения. Надеюсь, вы не против, что я ее выразил с уважением Абрахам Рон. Блин, ну бывают вот просто такие преподаватели, которые настолько любят свой предмет, что они готовы рассказать просто вообще такие подробности. Но вот это же совершенно нахрен никому не надо. Да не надо Протего тоже. Все, бабочка, ты уходишь со мной. А, тут еще и замок надо разблокировать. Ничего себе. А что это такое здесь вообще? Подождите. О, какая-то теплая шапка меховая. Опять как-то подозрительно все просело. Не нравится мне, когда так. Так, а где же тогда... Опа. А где же тогда... Вот это вот. Оно же типа тоже тут вот за стеной. Ну, типа считается, что вот здесь. Типа я как-то... Может, через какое-то другое помещение можно будет туда войти. Потому что тут больше ничего не подсвечено. Ладно, пойдем уже со мной, бабочка. Так, это мне, по-моему... Вот. Капец, столько говна мы наделали сегодня. Кому вот это было надо? Мне. Я не знаю, почему меня прикалывает вот это вот все. Причем, я вот тут недавно даже по-дручному признавалась, что у меня в Atomic Heart любимая часть игры... О, кот! Любимая часть игры это сидеть в Элеоноре и что-то себе прокачивать, что-то делать, все такое. Но я не знаю, почему. Что ж я могу поделать с собой? Такой я человечек. Так, это все какие-то задания. Мне надо со мной разговаривать. Я иду тут, вон, занимаюсь какими-то непотребствами ночью. Не надо меня палить. Что интересно, Диме маску нашли за это время только одну. Одну только. Что-то он там расстроился, по-моему. Внимание! До меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю. Персонал имеет полное право общаться с коллегами. Разумеется, в нерабочее время и при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату я, скорее всего, буду занят. Однако, в любом случае, рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно, а мрачит веселье. Да, прям звучит, как записка очень веселого человека. Также полагаю, что на проведение мероприятия хватит получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Директор Финиас Найджелус Блэк. Среди угощений не должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлечь внимание бродящих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более четырех человек. А еще желательно не разговаривать во время него и не смотреть друг на друга еще. Там вон Димми Маска. Шкаф с Богортом. Говорят, в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богорт, которого едва могли остановить пятеро профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем, торнадо, тарелкой Хаггиса, венгерским хвосторогом и чьей-то тещей. Должно быть действительно страшная женщина была. Вот Димми Маска. Опа! Опа-на! Блин, как будто вот прям здесь. Вот наверху где-то. Наверное, опять через полы, через стенки мне показывают. Вот здесь пойдем. Ой, а мы, по-моему, здесь вчера бродили, нет? Ой, ну не вчера, в смысле? В прошлый раз. Да, да, мы тут где-то бродили, и я все искала гобеленка хоть. Так и не нашла, кстати. Может, он повыше наоборот был? В натуре. Да, вот он. А где ж тут бабочка? Ну, это же явно вот. Вот этот, по-моему, там и был нарисован трехголовый пес. Или вон там? Вон она сидит, бабочка. Ха, слушайте, а где ж я теперь найду? А где ж я теперь найду ту? Ой, уже, уже это, утро наступило. Это плохо. Хотя, с другой стороны, хорошо. Я так прям четенько успела деми-маску последнюю найти. Так. А где же это? Я теперь забыла, где эта фигня-то сама, в которую ее вставляет, эту бабочку. Что-то вон там, что ли, где-то. Или не там. Билин, не помню. Вот, вот это вот просто, это характеризует меня, как человека. Слышу звон, не знаю, где он. Нет, тут мы, это точно не тут. А где же тогда? А тут вход в крипту, нам это не надо. Я просто боюсь еще ревелью делать, вдруг у меня улетит бабочка. Может быть тут где-то повыше чуть-чуть? А, нет, тут уже эти гобелены, наверное, где-то. Хотя фиг знает. Может как раз тут где-то мы и пробегали. Да, вот, да. Ну, так вот она. Все, красота. Лепота. О, 27 уровень. А вы говорите, я зря это все делаю. Ничего даже и не зря. Совершенно. Ой, у нас уже серия закончилась. Так, надо сейчас мы... Добежать-то хотя бы надо. И все-таки желательно бы ночью. Потому что вдруг мы еще по пути найдем Димимаску. Вообще скрипки эти без выходных, без продуху фигачат. Тра-та-та, тра-та-та. Что у вас так много здесь бродит? Какие-то сундуки. Опа. Блин. Так. 0 и 3. Значит, тут должно быть 2. Это вот этот, да. Потом 12 и 4. Это значит 8 остается. Минус 1. Это 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Ну, ё-моё. Ё-моё. Всё. Так вот. Вот зря вы мне рассказали. Зря вы мне всё это рассказали. Потому что... Теперь мы вообще никогда до вручай комнаты не доберёмся. Дик, наши вот эти все потребности не закрываются. Совершенно. Но. Так. Опа. Котик. Это чей-то, что ли, котик? Где я вообще? Что это такое? Это чьи-то... Это какие-то опять личные помещения чьи-то. Наверное, тут кто-то из преподавателей живёт. И я такая... Так, денюжки. Угу. Записочка. Уважаемая профессор Шах. Благодарю за преславную... Преславную что? За присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к Атласу, который я собираюсь опубликовать. Если я решу включить ваши исследования или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего. МПН Корнейрус. Прекрасно. А, ещё замок. Господи. Так, а чё мы вообще сегодня сделали-то за серию? Что мы сделали? Мы кучу всего отгадали. Раскидали каких-то уродцев. Очередных. Где-то ещё тут должен быть сундук. Вот он должен быть, но его нет. Ну офигенно. Это было просто какое-то помещение, где живут преподаватели. Я пришла. Привет! Я пришла, погладила кота, забрала деньги, прочитала записку. И ушла. Просто не человек, а какой-то урод. О, ещё кот! Капец, тут котов сколько много! Тек, 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 тек. Я ещё вам такая пообещала, что мы обязательно узнаем, украшена ли к Рождеству выручай комната. Вот, наверное, мы сейчас как раз выручай комнату поднимаемся. Где опять звенит эта хрень? Где-то тут-то. Вот прям тут-то? А, вот она. На этом гобелине изображена глупая попытка варнавы вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Ох, господи. В этом даже есть что-то милое. Ох, опять чует моё сердечко, что зря мы не сохранились. Мы сейчас это исправим. Где? О, привет, привет. У меня есть момент как раз вот. Привет, Дик, ты хотел со мной поговорить? Да, Дик подумал, что вы захотите научиться создавать загон для разведения существ. Я хотела. Отличная идея. Спасение и разведение существ связаны весьма тесно. Браконьеры представляют большую опасность для существ, не достигших взрослого возраста. Разведение существ в ручей комнате позволит уберечь малышей. Ясно. И что мне нужно сделать? Сперва приведите в комнату пару существ, мужского и женского пола. Дик предлагает спасти для этого фестралов, поскольку они очень страдают. Благодародные создания, получившие плохую репутацию, из-за их связи со стюбраконьерой, очень ценят их за... Я уже видела фестралов, но где в здешних местах найти пару? Дик видел диких фестралов неподалеку от Хогвартса. Вам нужно будет приобрести магический рецепт для загона в полянтах и свитках, собрать необходимые материалы. Приходите к Дику, когда фестралы и магический рецепт будут у вас. Окей, Дик. Короче, короче. Будем с вами на этом потихонечку прощаться. Я, к сожалению, без... Во-первых, я не вижу этого всего украшения к Рождеству. Этого нет. Нас просто надули с вами. Просто надули. Значит, в общем, я предлагаю нам с вами потихонечку прощаться. Я сейчас тут вот на вот этом столе себе всё вот это вот сделаю. Что у нас тут неизвестного? Потом, значит, я что сделаю? Прокачаю одежду какую-нибудь. Похожу, пособираю, значит, какие-то ресурсы с наших прекрасных всяких животных. Поварю какие-нибудь зелья, чтобы в следующий раз уже не отнимать времени от серии на это. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю. Пока-пока. Как же я спасла? Я даже не ушла отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok